Афанасий. А мы пойдем в сад, а из сада домой. Скажите мне, как вам показалась речь его? Ермолай. Мне она показалась делом. Нет, вреднее, как наглость. Яков. И мне его речь кажется небезосновательной. Может статься, что мы рассуждаем о мире так, как древние рассуждали о пифагоровских бобах. Между многими его гадательными речениями есть и сие. Не ешь бобов. Многие с ним и смеялись, а иные высосали из всех слов подлые соки, всяк по своему сновидению. Один думал, что в бобах вредный сок, рождающий бессонницу. Другой мечтал, что срамной дух имеет и фигуру. Третьему приснилось, будто бы обращается в кровь, если скрыть в медном сосуде и прочий вздор. А всем писали и книги. Возможно ли, чтоб мудрый муж столь подлые мысли, закрыл в своем символе. Мне кажется, те угадали, которые высосали оттуда сие сираховское слово «премудрость книжника во благовремени празднества» и умоляющийся в деяниях своих у премудрица. За неимением камушков употребляли древние для кандидатов белые и черные бобы. Пифагор, любители премудрости, отвлекался им словом отчестолюбия, чтоб иметь вольное сердце к исследованию истины. Толкует один его символ. Цицерон в книге своей о старости. Но весьма не худо. Древние мудрецы имели свой язык, особливый. Они изображали мысли свои образами, будто словами. Образы те были фигуры небесных и земных тварей. Например, солнце значило истину. Кольцо или змей? Кольцо свитой – вечность. Якорь – утверждение или совет. Голубь – стыдливость. Птица бусил – благочтение. Зерно и семя – помышление и мнение. Были и вымышленные образы. Например, сфинкс, сирена, феникс, семиглавый змей и прочее. Печать кесаря Августа имела с кольцом якорь, обвитый стремительнейшим морским зверем-дельфином с сею подписью. Фейстина ленте, то есть спеши всегда из-под воль. Образ заключенный в себе тайно именовался паэллинский эмблема, то есть вкидка, выправка, будто в перстень алмаза. Например, изображенный гриф с сею подписью. Наглорожденный скоро исчезает. Или сноб травы с сею надписью. Всяка плоть трава. А если таких фигур сложить вместе две или три, как в помянутой печати, тогда называется конжектура по-римски. По-нашему бы сказать, скидка, сметка. Августа печать была головой всех его советов царствований. Он почитал заодно скорость и исправность. Наконец, так счастливо царствовал, что народная речь с сия почти обратилась в пословицу. А августу или не должно было начинать, или переставать царствовать. Но мне кажется, что августова печать значит и то, чтобы бешенство душевных стремлений удерживалось светом, зависящим от вечности. С ее-то мысли приводит фигура змея в колесо свитого с ее надписью. А тебя, Божье начало, в тебе же докончится. Вечного вечность также образовалась тремя перстнями или кольцами, между собой сцепленными с надписью. Сии три выше всех стихий. Сердце, устремившееся к вечному, означалося образом стрелы, вверх стремящейся к звезде. С такой подписью «Довлеет мне один он». Сердце вечностью просвещенное образовалось кустарником или насаждением, плодопринесшим зерном, падающее сверху поверхности земной, с подписью «Чаю будущей жизни». Изображалось и орлом, взирающим и возлетающим к солнцу, с подписью «Горю к бессмертию». Также змеем, совлекшим свою ветошь весною и обновившим юность. Я недавно написал таинственный образ. Он представляет море с берегом, с которого летит на другую сторону море ласточка с надписью «Зимою нет здесь для меня покоя». Таковые тайно образующие вечность фигуры бывали у древних, вырезаемые на печатях, на перстнях, на сосудах, на таблицах, на стенах храмов. По всей причине назван иероглифика, то есть священная скульптура или резьба, а толкователи названы херофантес, священноявители или тайноведатели, мистагоги. Конечно, никто бы не мог разуметь и видя не видел бы, например, шар земной, изображенный с царскую корону и скипетром, но опровержен, если бы не было подписано следующее «Дурак уповает на него». Отсюда видно родилась пословица сия «Не фигура», то есть нетрудно. Лонгин. «Мне кажется, что и самая Библия есть Богом создана из священно-таинственных образов – небо, луна, солнце, звезды, вечер, утро, облако, дуга, рай, птицы, звери, человек и прочее. Все сие – суть образа высоты небесной премудрости, показанной Моисею на горе. Все сие и вся тварь есть стень, образующая вечность. Кто бы мог догадаться, что нового дуга – образ есть священной Библии, если бы не сын Сираха, похваляя божественную премудрость, сказал «Слава высоты, твердь чистоты, солнце в явлении сжигающие горы». «Луна всем, месяц по имени своему есть, доброта небес, слава звезд. Гляди на дугу и благослови сотворившего ее очень прекрасным сиянием своим». Глава 43. «Всю сию небо и земли тварь сотворил Вышний в том, да прообразует она горне начало власти Божией, силу слова его и славу пресносущного духа его». «Вначале сотворил Бог небо и землю. Когда вся тварь и смесь проистекает из Божьего источника, тогда да возвращается к тому же, кто есть начало и конец, и нас за собой ведет от смерти к жизни и от земли к небесам. «Все великая светила Библия, сотворенная на тверде крепости Вечного на то, да освящает земляные умы наши, да разлучает нам между днем воскресения и между ночью тления, которое одно нам, как видимое, так и знаемое, доведет своими знамениями во времена Вечности, в одни спасения, в лето Господне благоприятное». «Оно утвержденное в роды родов, да по крайнейшем мере некоторая частичка людей Божьих всем ковчеге спасется от змея, изблевающего потоп, наводняющий землю безбожием. Всем ковчеге почивает наш Ной, то есть мир, всяк ум превосходящий, и кто воздвигнет его? Тут гнездится и голубится его, иона по-еврейски. Изнутри спускаемая, возводящая высокий взор свой, усматривающая превосходящего тления в воду, вверх гор вечных, гор правды Божьей, вместо злачной землю износящую, былие, травное и древо плодовитое. «День, третий воскресенье, приносящий в устах своих нам милость, мира и твердую надежды, утверждение говоря, радуйтесь, не бойтесь. Что смущены вы, мир вам, идите и возвестите, братья моей. Если бы кто вошел в покой чистой сей голубицы и отдохнул посреди пределов ее с Исааковым сыном, тогда бы узнал, что вся слава ее внутри находится, и признался бы, что подлинно крылья ее посребрены, что шум их чудный, а между рам ее сияют самым чистейшим и никому неслыханным золотом. Золото ж земли сей доброе, и там есть анфракс, и камень зеленый». «Но так, все закрыто фигурами и образами, так запечатлено, что весьма трудно, да и невозможно пролезть сквозь ограждающую рай сей стену. Если с нашим соглядателем, халевом, не будет товарища хсей, я дверь. Глубина сия, Божьей премудрости, сенью образов снаружи покрытая, некоего вида, ни стройности, ни вкуса не имеет. Земля же была невидима и неустроима и тьма. Такова она бывает, да толь поколь найдет на нее дух от Вышнего, как говорит Исаия, 32 глава. «И будет пустыня в Хермель, притвориться в гору Кармель, в оплодоносии или в пище изобилия, и Дух Божий носился поверху воды. Сей один всесильный, исходящий от Вышнего Дух, как сотворил всю сию небесных и земных и преисподних и морских, светило, звери, золото, жемчуг, образовав тьму, так и вывести может из мертва живое, из пустыни изобилия, из обуялого в куст, из тьмы просвещения. И сказал Бог, да будет свет, и был свет. Все в ней кажется просто и одинаково сказано, однако двое сие слышали. Давид говорит, и Дух двойное свое слово надвое разумеет, на образующее и на тайно образуемое. И разлучил Бог между светом и между. Да не помыслим, что Слово Божие в самом деле есть двойное, двойное по естествам своим, двойное по тлению и тлению, по плоти и духу, по божеству и человечеству, по лицу же или ипостаси, одно и то же. И был вечер, и было утро день один. Всей-то силе сквозь бурю и облака спрашивает Иова Бог, где был ты, когда основал землю? Возвести меня, если знаешь разум. Кто положил меры ее, если знаешь? В какой же земле вселяется свет? В тьме же какое есть место? 38 глава, 4 стих. Вся тьма земных образов, ту цель, меру и намерение положена. Дотечет к своему началу. В начале было слово. Все тем было. Самые сие два образа, вечер и утро, если бы не истины были и не возводили куда-то, никогда бы не сказал Давид, конец утра и вечера украсишь. Но богодохновенное сердце и в сих костях находит землю веселяющего света и места тьмы. И свет во тьме светится. Таковые образы эмблемата всегда заключают внутри себя нечто золотое и драгоценное, разумей Божие, и видит Бог как добро. Возьмите, например, сие два образа из Исаии, прах от колес, и вспомните данный и его вопрос. В какой земле вселяется свет? Сие есть место тьме. Но и сие колеса непростые были. И видение колес и сотворение их, как видение фарсиса, род драгоценного камня. Говорит и Давид, голос грома твоего в колесни. Видите, куда сие колеса докатились? Теперь, кажется, видно, что колесо есть образ, закрывающий внутри себя бесконечное колесо Божией вечности, и есть будто пыль, прильнувшая к ней. Дух жизни был в колесах. Дух, жизнь и вечность одно и то же. Мне кажется, что и сам Иезекииль тоже признает, что в тварях скрывается приосеняемая Божия истина, когда говорит сие, посреди животных введение свеч. Сие слова его. По всему одни суть и те же со словами сими. Золото же он и земли доброе, и там есть анфракс. Анфракс, драгоценный есть камень, подобен блистанием огневому углю, по-гречески анфракс, то есть раскаленный уголь. Сей уголь очистил Иса и уста. То же и видно, что уголь есть фигура. И не уголь очистил сердце сыну Амосову, но тайно образуемое углем, горящим слава Божия. Не был тот свет, но да свидетельствует о свете. Самые его четыре животных, что таскают за собой виденные ему колеса, кажется, тоже начерчевает образ какой-либо твари, включающий в себя блистательный вид вечности. Есть будто бы везущее сокровище Божие вазок, по-европейски чуть ли не херувим. Имеем же сокровище сие в глиняных сосудах. Может статься, что сие значит и то, что пророк своим животным, так и колесам, вокруг насажал и будто алмазы вставил множество очей. Колеса, пророк, умом проницая, услышит тайный вопль сей. О колеса! Но и здесь приличествует тот же вопль. О, очи! И чуть ли сие очи не те, которых и Еремия. Господи, очи наши, зрятная веру. Глава 5. Сие очи и в Иове есть. Очи твои на мне. Глава 7. Среди пророчих и Иовы хачей есть еще Господни. И положил Елисе уста свои на уста его, и очи свои на очи его. И согрелась плоть от рочища. Четвертое царство. Глава 4. А без сих очей очи пророчи болезненны, как улии, и слепы и невкусны. Затем сидящего на Херувиме. Отвори, говорит. Господи, просит Езекия, очи твои и гляди. Не всякому сие очи отворяются, но содержатся внутри тени животных. Отвращи очи мы от вас, Исаия. Иони и Клеопи они отворились, но прежде и сим держатся, да его не познают. Скрыли было взор блаженность и хачей скоты полевые и звери дубравные. Поколь воссияло солнце и собрались. Вот один щенок льва, львенок Иуда. Но имеет ли очи лицо сия львова? Имеет, но для верных. Вот они. Радостотворные очи его, паще вина. Бытие 49 глава. А неверным, не раскусив, на лице образующим увязает. Очи Господни на праведных, лицо же Господни на творящих злое, видящих доброе и лукавое. Они видят доброе, но лукаво. В доброте лукавство, в истине сень, в жизни смерть. А сим самым делаю доброе злым, творящее злое. И не дивно. Очи сии очень глубоки. Одна только вера на них взирает. А они взаимно на веру. Очи твои, как озеро, в ессего неграде. Песнь песней. И очень высоко поднимаются над преддверием роддома Господнего. Они не дремлют и никогда не уснут, храня дом свой в Израильском храм Библии. Да будут очи твои открыты на храм сей день и ночь, Третье Царство. Сии очи увидев Закхея, воззрева Иисус и Вениамина, воззрева очами своими Иосиф. Вот же вам и телячье лицо. Моисей, благословляя Иосифа, называет его быком. Первородный юнец доброта его. Второзаконие, 33 глава. Юнец есть ничто, но первородный лица его есть красота. Первородный начало все одно. На его месте узрели начало единое, идя вследь его. Иезекииль, 10 глава. Много я очах наболтал. Не можно ли несколько удостоверить, что видение внешне из сих многих очей есть фигура одного недремлющего, вседержительного ока Божия? И когда колеса образуют голос грома его, тогда овощи приосеняют пресносущное сияние славы его. Слово плотью было, и видел я славу его. Не хочу больше говорить, кроме с пророком сие же. Иди же, если было облако, там был и дух. Облако и образ кажется одно, но он и сам говорит, сие видения есть подобие славы Господней. Будто же не одно то, подобие и образ, а между колесом и оком немного разности. Кольцо и то, и другое. Вся Библия есть прах и земля, но усыпившее многоокое колесо вечности Божией. Из сей безобразной грязи исходит свет ведения славы Господней блистательной, как молнии, сияющей, как золото, прозрачной, как имитрос, янтарь, огнезрачной, как анфракс, добровидной, как фарсис. Сей свет избавляет ее от уничижений и оплевания людского. Смиренная и колеблемая, не имела ты утешения. Сей я уготовляю тебе анфракс, камень твой и на основании твой сапфир. Исайя 54 глава. В то время веселится сия невеста. Взгляните, например, на облако, объемлющее прекрасное кольцо сияющей дуги. Не живой ли сей образ Библии фигурами осеняющей сияния славы Божией на горе преобразуемой? Дугу мою полагаю в облаке. Взгляните на пустое поле, износящее траву и благовонные цветы. Сей есть символ ее, рождающий из пустыни изобилия, из гнили нетления. Я есть цвет полевой и крын удольний. Сие это поле видел иезекииль, полное костей человеческих. Но те были слова Господа Бога Израилева, виденные ему на всем поле. И теперь, если и видится, если кто может прорегти на кости сии, из сего поля земли взял Создатель, подмешав свои слюны, помазал очи слепому. Земля ничто, но подмешанный вкус божественной слюны освобождает от слепоты, открывая очи боговедения. Вкус без слюны в пище не бывает. Приложил ты премудрость и благое к сим паще всякого духа. 3 Царь, 10 глава Взгляните опять на Вознесенного Змея Моисеева. Если он висит в кольцо свитой, есть фигура вечности. Если же просто, есть образ Божьей премудрости. Всей змей всех ползущих змеев пожарает. Всей пожор египетских мудрецов жезлы. Вся мудрость их поглощена. Всей змей возносится на кресте Христа Божия сила и премудрость. Погублю премудрость премудрых. Взгляните на самого Адама. Припомните, что значит сей из глины вылепленный человек. Бог на глину смотреть не терпит. Не соберу соборовых от кровей. Итак, сей обветшалая фигура, конечно, образует того человека. И что есть человек, как помнишь его. Сей болван ведет за собой того мужа, который его создал, да образует тенью свое величие его. Сей сей стоит за стеною. Наши сей был, его же назвал, который по мне придет. Предо мною был, как прежде меня был. Сего-то видел за глинкою Даниил. Десята глава. Воздвиг отчима и видел, и все муж один, чресла его припоясаны золотом светлым. Тело же его, как фарсис. До сего-то мужа мальчиков, долу ползущих поднимает Павел. Вышних ищите, где же есть Христос, о горне мудрствуйте. Что больше говорить? По образу Божию сотворите его. Хоть по образу, хоть вначале, да образуя тень того единого мужа, какой есть начало и конец. Теперь наш Адам вкуснее сделался. Был он глиняный только, а теперь и дух жизни внутри его есть. Был один земной, а ныне в одно лицо соединился и небесный. Сойдет, как дождь на руно. Затаскал было и задавил земной. Все роды от Адама до Христа образы и тени суть великая Божия, посему род Божий называется. Каждое сего рода лицо будто ложесна раскрывает, когда исходит из него первородное он и единое начало. Бог, велевший из тьмы светово сиять. Иаков есть ничто, но Бог Иаковлев, стоящий за стеной его, семя и зерно Божие, распространяющиеся на четыре части мира. Сие одно великое, сие одно прозябшее из Иакова праха великим делает Иакова. Твой есть день и твоя есть ночь, и был вечер, и было утро. Всю той силу пишется. Велик был Моисей, вышел к братьям своим. Став Иаков на ноги, идет в землю восточную. Осем на многих местах Исайя. Не бойся, Иаков, малый Израиль, я помог тебе. Се сотворил тебя, как колеса колесничные новые, стирающие, как пила. Глава 41, глава 14, 17, стих 4. «Если орел, находясь божественной фигурой, высоко возносится в силе своей, как видно из Божьего Киева вопроса, твоим ли повелением возносится орел? Много падший сирот возвышается, о котором Господь поднял вас, как на крыльях орлих, и привел вас к себе». 19 исхода «Все сию суть селения славы его и птенцы орлины отца сего, как орел покрыл гнездо свое и на птенцов своих возлег». Второзаконие 32, глава. «Имя Давид значит возлюбленный, и есть тень того, Бог любви есть». Форес гласит разделение и есть образ того, разлучил Бог между светом. «Данил есть сень того, гортань его сладость и весь желание. Енох тень того, возьмется от земли жизнь его. Иосиф приложение есть печать того, Бог мира будет с вами». «Все сии суть чистые скоты Вышнего Авраама, везущие сокровища Божие, о которых Исайя. Терпящие Господа изменят крепость, окрыли лтеют, как орлы, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут». Глава 40. «Вот один рыкает, терпя потерпел Господа. Сии суть овцы Божии, пасомые Господом, а без него мертвы. Вот одна овца блеет, пасущая Израиле в немай, Господь пасет меня. Сии овцы все близнецов родящие, а бездетных нет среди них». Песня 6 глава. «Неотмеченное рождает для лавана, а отмеченное, то есть образуемое для благословенного Иакова. Сколько ж сих овец наш Иов ненагноющий, уже вне града Божия лежащий, Господь восставит его, но воздвигнутый от болезненного праха имеет? «Овец 14 тысяч, верблюдов 6 тысяч, сии суть домочадцы великого Авраама, присутствовавшие сильному мужу Гидеона против Мадиама. Они и люди, и скоты, и звери, и птицы, которым нацелел. Из Икииль множество крыльев, ащес и колес. И не он нацеплял, но прозрел под шестокрыльную их тенью вечно блистающую истину Божию. И единочало четыре части мира исполняющие. Для того и не говорит, что животное, но говорит, как подобие четырех животных. Они только похожи на то. Давид о себе и о прочих говорит. «Дни мои, как сень». И правда, что князья все они и сыны человеческие, в них же не спасение. Но сия сень везет за собой вечного. Ты же, Господи, вовек прибыв, спросит. «Изведи из темницы души мою. Да разумеет, что я не пустая сень, но тебя славящая тайнообразуемого. И не дивно, что сень Петрова исцеляла. Она содержит имя Господне. Возьму его и прославлю его». Как время ущедрить. Сие время, провидев Исаий, говорит, что, конечно, по времени упасет Господь сих в месте своих ягнят, волков и львов. «Вениамин — волк, хищник, и чуть ли не сие значит конец израильский, когда имена сих людей выходят в горнюю силу начала своего. И сперва имя твое на нас есть». Исаии 63 глава. «Тогда-то, кажется, исполняется на них слово Малахина, а изыдите и взыграйте, как тельцы от уз разрешенные». Глава 4. «Не знаю, сие же ли значит и переход через море. Из прежде бывшей воды открытие сухой земли явилось, а из моря червного путь невозбранен, и поле злачное от волнения зельного. Им же весь язык пройдет, твоей рукой покрыты, видящей дивные чудеса, как кони насытились и как огня-то взыграли». Премудрость Солома 19 глава. «Но и сам Давид, говорит, прошел сквозь, и извел ты нас в покой. От земли восхли мы к тебе, Господи, было в мире место его. Может быть, и апокалиптические его отмщения?» Просит старца. «И сюда хочет укрыться тамошняя жена с чадом из змейного потопа. Скрываешь их в тайне лица твоего». Жена рождает чада, восхищаемая к Богу и престолу его, который должен уберечь все языки. Иисайя говорит тоже о себе. «Господа во чреве принял и поболел, и родил дух спасения. Жене даются два крыла орла великого, как орел покрыл гнездо свое. И Давид, окрылев, желает, кто даст мне крылья, как голубиные?» Сие все доказывает, что они суть образы, присосущие Божие. А что, если многочисленный род часто в Библии известным числом ограничивается? Например, Авраам счел своих домочадцев триста и восемнадцать, Гидиом взял с собой триста тридцать мужей и прочее. Все сие сюда же служат и делаются, или потому, что они все суть, как одна жена, рождающая одно твердое и известное начало, когда бесчисленного праха перечесть нельзя, или потому, что сия безобразная грязь, возвращаясь к своему началу, приемлет от него впечатляемое на себе благообразие вида и меры, а меры и число в себе заключает, или потому, что велит Бог Моисею поставить в счет своих мужей. А о прочих говорит. «Не помяну именных устами моими». А самое время, когда ограничивается, тогда, разумеется, Божие вечное. Например, «Было в тридесятое лето, в четвертый месяц, в пятый день месяца» И было утро, и был вечер, день третий. Тогда значится лето Господне приятное, день радости и спасения. И тысяча лет, как один день, как день вчерашний. Плоть ничтожа. «Но когда сия невидимая и неустроенная плоть из ничтожности своей выходит в точное свое начало, тогда созидается из ничтожности в нечто и перестает быть ничто, то есть плотью и тьмою, в то время как, да, Бог, исчисляющий множество звезд, и нарицая несущие, как сущие говорит, да будет свет. Севы есть, как дни есть звезды небесные, множество. Правда, что Бог также по имени называет Каина, Исава, Саула и прочих таких, но они, хотя они чистые, однако Божьи же скоты. «Я, устроивший свет и сотворивший тьму, творящий мир и изиждущий злое» из 40-45 глава. «Они, суть места и образа тьмы, удаляющие око наше от боговидения, все, значит, убийство Каина, Исава и Саула гонение. Все по плоти, разумеющие Библию, суть племя их и домская, сей гром Божий слышащие. Если право принес ты, право же не разделил ты, не согрешил ли ты, умолкни». Бытие 4 глава «Разлучил Бог между светом. Хотел Валаам, положившись на свое скотское разумение, проклянуть Израиля, то есть дабы они не исходили в землю Божию, а значили быть тлень, плоть, клятву. Исходы мои, исходы жизни, наконец, не терпя противоречия образов, утеснен в непроходимых закоулках и при них в сокровенной меча острие, Слово Божие с поклонением скричал, «Что прокляну...» Его же не клянет Господь. «Нет ворожбы в Иакове, ниже волхвования в Израиле. Сколь добры дома твои Иаковы, кущи твои, Израиль! Бог выведет Его из Египта, возлег почил, благословляющий тебя благословенный, проклинающий тебя проклятый». Но можно ли исчислить все тьмы образов?